Друзья, привет! С вами Максим. Вы, как обычно, смотрите самый интересный канал русского YouTube Official Johnny Style. Я прогуливаюсь в Москве. Сегодня у нас 7 апреля, и приглашаю вас поговорить, просто поговорить, на разные темы. Сегодня я хотел бы высказаться на тему добрых дел. На тему добрых дел. И вообще, нужно ли делать добрые дела? Или не нужно? Или, может быть, стоит к ним готовиться? Или не стоит к ним готовиться? Это должно быть максимально спонтанно. Ну вот, мое мнение про добрые дела. Потому что, опять же, как я много раз говорил, что я вне геополитики и вне политики, Но, в целом, ситуация, она максимально, как сказать, максимально заставляет нас все-таки окунаться в геополитику. В нашу вот такую вот. Поэтому, ну, давайте, наверное, как раз поговорим вот с уклоном в геополитике. А нужно ли делать добрые дела? И вообще сейчас заниматься добрыми делами? То есть, на уровне, например, на уровне человека, на уровне семьи, может быть, на уровне страны, или на уровне какого-то континента. Ну вот, мое мнение, наверное, оно такое, как это сказать, мизер в общем мнении всех мнений по этому вопросу. Но я считаю, что все-таки добрые дела делать надо. И эти добрые дела могут быть абсолютно разными. Ну вот, например, некоторые большие блогеры, ну или, так скажем, один из больших блогеров, он сделал машину. Сделал машину и передал ее именно для того, чтобы на этой машине возили гуманитарную помощь. И, соответственно, возили лекарства, вывозили раненых, вывозили, эвакуировали мирных жителей. Доброе дело, я считаю, прям обалденно доброе дело. И он, конечно, реально молодец. То есть, лично я думаю, даже я не то, что думаю, лично я считаю, что надо делать добрые дела. Злого сейчас очень много, по-хорошему. И, соответственно, злое, оно все равно как-то вот накладывает какую-то вот черную, такое черное покрывало, наверное, накладывает на всю ту доброту, которая пробивается ростками. Сейчас даже в апреле, хотя у нас тут везде лежит снег, и если так посмотреть по кругу, что это максимально не апрель. Но, опять же, такая вот как-то и год такой, наверное, достаточно такой сложный, и весна такая достаточно поздняя. А мы говорим о доброте. Надо делать добрые дела. Что такое добрые дела? Ну, любое дело, если оно сделано с душой, я считаю, оно доброе. То есть, не важно, что вы делаете. Либо вы целенаправленно помогаете кому-то, или просто делаете хорошее дело хорошо. Не вредите никому, не наносите никаких-то, наверное, там, ущербов ни окружающей среде, ни себе, ни своим близким. Да просто так абсолютно, как это сказать, абсолютно чужим людям. Ну, вот не живете по принципу, как это сказать-то, не живете по принципу перешагивания трупов. То есть, добрые дела, они именно такие. Добрые дела, они немножко, как это сказать, очищают нашу душу. Очищают нашу душу, очищают нашу карму, выпрямляют судьбу, ну, и делают нас добрее. То есть, пускай у каждого будет привычка делать добрые дела. Пускай это будет спонтанная привычка делать добрые дела. То есть, ну, наверное же, много раз у вас было, что вот вы находитесь в незнакомом месте, и не знаете, как пройти. Ну, да, сейчас там в эпоху смартфонов есть карта, ну, а вдруг там сел смартфон, ну, что вы сделаете? Ну, наверное, спросите у прохожего, как пройти. И прохожий же вам сделает доброе дело, он покажет путь. Это же очень хорошо, вы ему скажете спасибо. То есть, почему я это говорю? Добрые дела делать нужно. Не надо ни от кого отворачиваться. Если тебя просят о помощи, помоги, и добро к тебе вернется. Сейчас это, сейчас это именно, сейчас это важно. То есть, да, мы все понимаем, насколько сейчас вообще сложно. И идет какой-то отсыл к тому, что даже очень сложно, и, скорее всего, максимально, максимально даже больше сказать невозможно. Ну, в целом, доброта, она всегда победит. Хотя, есть, конечно, другое выражение, добро должно быть с кулаками, но я думаю, что в этом выражении главные слова, это добро должно быть. Поэтому, сегодня вот так вот спонтанно решил записать видео про доброту, потому что тут нельзя быть злым, нельзя быть злопамятным, нельзя быть, наверное, каким-то черствым. Ну, надо стараться быть открытым. Да, как я уже неоднократно говорил, что никто никому ничего не должен, и жизнь научат. Но, в целом, добрым, добрым просто легче. Просто легче идти, добрым легче преодолевать какие-то трудности. Наверное, добрый человек, он открытый человек, он светлый человек. И сегодня, сегодня, когда, наверное, все так, скажем так, максимально сгущено, и у нас уже не облака, а тучи, и они находят, то все равно свет, свет от доброго человека, он пробьется. И он озарит все то, что сейчас, можно сказать, под таким вот гнетом черноты, гнетом какой-то грязи, гнетом каких-то проблем. Тем все равно свет, он прорвется. То есть, есть же такая фраза «вода дырочку найдет». Ну, и свет, он тоже всегда дырочку найдет. Он прольется, он прольется на этих, наверное, так скажем, несмышленных. И прозреют они, ибо так должно быть. Мне кажется, это самое главное. То есть, доброта, доброта, она в твоем сердце. Доброту мы несем. Мы несем ее вот сквозь свои поступки. Поэтому, ну, постараемся. Все должны, опять же, вот это слово «должны», когда я говорю «никто никому ничего не должен». Давайте тогда говорить так, что нужно стараться, нужно стараться быть добрее. Быть добрее к окружающим, быть добрее, наверное, к обстоятельствам, быть добрее к животным, которые нас окружают. Вообще быть добрее в поступках. Поэтому, мне кажется, это важно. Это важно сейчас, когда, соответственно, у нас происходит слом системы. Система перестраивается. Кто-то нажал на кнопку «резет» и по доброте своей не нажал на кнопку «делит». То есть, да, система перезагружается, перестраивается, но в то же время она не удаляется. Она просто обновляется и выйдет на новый уровень. Поэтому, мне кажется, это важно. Это важно сейчас быть, соответственно, максимально сконцентрированным на каких-то добрых поступках. То есть, светлость, светлость, ваша светлость. Ваша светлость, не зря же было именно такое обращение. Ваша светлость, ваше сиятельство. Ну, то есть, уже тогда люди, тогда, когда, ну, то есть, исторически так сложилось, что уже вот в глубокую давность, уже тогда люди понимали, что светлый человек или человек, который сиятельствует, который сияет, можно так сказать, это тот человек, который реально сможет. То есть, за которым надо идти. Пускай он будет ведущий, а ты будешь ведомый, но он приведет к светлому будущему. А светлое будущее, значит, это доброе будущее. Будущее без зла, будущее без каких-то страшных катаклизмов. Хотя, наверное, катаклизмы будут всегда, потому что без этого тоже, наверное, никуда нельзя не идти, не выходить, не жить. Хочется, конечно, чтобы этого ничего не было и чтобы все жили мирно, в добром здравии. Опять же, в добром здравии. То есть, когда желают доброго здравия, это все-таки желают и здоровья, и доброго, то есть, хорошего. Хорошего здоровья, доброе, значит, оно такое хорошее, ладное, без всяких язв, болячек. Вот вроде бы разговор был о доброте и добрых поступках, а, соответственно, стал он максимально прозрачным и максимально приближенным. Может быть, даже к какому-то, опять же, моему любимому в последнее время такому жанру, а поговорить на тему. Да, то есть, так скажем, высказать свое мнение. Поэтому я вот высказываю свое мнение. Считаю, что это важно, хотя, наверное, может быть, кто-то ждет видео о машине, о соренте. Может быть, кто-то подписывался и ждет видео о хавале. Может быть, просто кто-то ждет видео, как я буду читать то, что я написал, опять же, в добром здравии и в добром сознании. Но в целом все будет, все будет. Поэтому сейчас такая этапность, как и все мы, меняемся и переходим на новый уровень. Канал тоже в эпоху такого как бы сложного взаимоотношения с YouTube меняется и переходит на новый уровень. Поэтому давайте еще раз. Никого ни к чему не призываю, как я говорю, но высказываю свое отношение. Давайте будем добрее. Ведь добрым быть несложно. Не трудно, но возможно. Добрый человек, он, можно сказать, властелин мира. И вот на этом я, наверное, сегодня закончу. Поэтому вот живем в такой парадигме. Добрый человек – властелин мира. Поэтому, кто считает так же, ну, поддержите меня лайком. Кто так не считает или считает как-то по-другому, напишите в комментариях, как вы считаете. Спасибо, что дослушали, досмотрели. Как обычно, перст вверх, если вам не трудно. Ну и подпись, колокольчики и все дела. Не призываю, но прошу. Поэтому, ребята, спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok